Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я с детства училась хорошо и в некоторых примерах была лучшая в своем классе. То ли из-за этого все от меня что-то ожидает. Ожидают, что я могу все, и даже родители моим успехом не так очень радовались. Только говорили, ну это же ты, мы знаем, что у тебя получится. Порой я завидую другим людям, и в основном классе я получила самый высокий балл по ЕГЭ. Другие так радовались и с родителями пошли отмечать даже, что они хотя бы прошли пороговый балл, а мне родители сказали, ну это неудивительно, мы знали, что у тебя все получится, теперь живо домой. В моей жизни одни неудачи, и в личной жизни, и в работе, и в карьере. Больше всего я беспокоюсь, что люди разочаровываются во мне и скажут, что ничего не могла достичь, хотя я получила самый высокий балл. Меня будто преследуют неудачи, из-за этого, чтобы не было больнее, я заранее морально готовлюсь к, если у меня не получил что-то, я не получил стипендию или работу. Мне все время кажется, что я недостаточно хорошая или опытная, из-за чего происходит постоянно неудача, из-за моего страха неудачи. Ну, смотрите, здесь, конечно, ключевую роль, на мой взгляд, играет ваше отношение с родителями, где вы все время должны были им что-то доказывать. То есть, изначально, ваше внимание переключено именно на это, на доказывание что-то вашим родителям. То есть, не на себя, да, не на то, что вы хотите, не на то, что вам нравится, интересно, хочется и так далее, а именно на то, чтобы что-то доказывать родителям. Вот, и от этого, в данном случае, мне кажется, вы, в общем и целом, да, так себя чувствуете. То есть, от этого, мне кажется, что вы так к себе относитесь. То есть, вы относитесь к себе вот таким образом. То есть, вы себя как будто бы постоянно принижаете, да, вы себя как будто бы постоянно обесцениваете, вы как будто бы к себе предъявляете очень большие требования. Вот, при том, что, в общем-то, у этих требований основание только одно. Это основание вашей, вашей родители, по большому счету. Вот, которые, ну, как бы, получается, от вас все время чего-то требуют, от вас получается, чего-то все время хотят. И вы пытаетесь их ожидания оправдать. При этом, внутри вас, на самом деле, рождается протест, как и сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Вот, и вы, вполне возможно, в этом смысле саботируете свою деятельность, вот, чтобы, значит, ну, как-то вот, ну, назло, да, людям. То есть, когда человек все время пытается оправдывать чьи-то ожидания, да, он начинает, ну, в общем и целом ненавидеть тех, чьи ожидания он пытается оправдать. И в данном случае вы, судя по всему, как раз-таки, вот, саботируете свою деятельность, да, именно вот, таким, ну, таким поведением, таким отношением. Вот, то есть, неудачи, ну, страх неудачи, мысли о неудачах, они не возникают на ровном месте, они, они, эти мысли появляются у вас, это ваши мысли. И, соответственно, в глубине души, возможно, вы хотите совершить неудачу, да, чтобы от вас все остались, чтобы от вас ничего не ожидали. Но, происходит это бесконтрольно, происходит это совершенно, так скажем, вне вашего желания какого-то, вне вашего участия какого-то. Да, и, в общем-то, это, ну, совершенно, что совершенно нормально, это вредит, это вредит, это очень вредит вашей жизни, само собой, потому что вы этим не управляете. Причиной является непринятие себя и, соответственно, игнорирование, игнорирование того, например, что вам нравится, да, самой. А, что нет. То есть вы игнорируете эту историю. Вы игнорируете то, например, что вам хочется. И причина, по которой вы, например, так болезненно реагируете на, допустим, отсутствие похвалы со стороны родителей, на вы болезненно реагируете, точнее у вас есть потребность, чтобы вас оценили, связано с тем, что вы не делаете того, что вы хотите. Вы делаете то, что хотят у вас другие люди. Себя вы игнорируете. Дело в том, опять же, что, когда человек делает что-то для себя, когда человек делает что-то сам, когда человек, ну, позиционирует себя как вот некую, некую такую, ну, самодостаточную, если хотите, личность, вот, то ему не особо-то нужна похвала. То есть она, ну, она не обязательно, она есть, если она есть хорошо, если ее нет, ну, как бы, ничего страшного. В вашем случае все не так, в вашем случае вам это необходимо, и, соответственно, у этого есть, само собой, свои причины и свои основания. Поэтому работать нужно именно с принятием себя, с самооценкой, вот, с замечанием, хотя бы, чтобы вы замечали, хотя бы. Требования, которые вы сами себе выдвигаете, чтобы вы относились к этим требованиям, несколько более критично, чем сейчас, вот, и вам это серьезно облегчит жизнь. Кроме этого, кроме этого, необходимо обратить внимание на свои собственные цели, на свои собственные желания, опять же, и учиться быть собой. То есть это начинается с проявления себя, проявлять себя не с точки зрения, там, требований, да, например, говорить не то, что от вас, к примеру, хотят услышать, а именно говорить то, что вы хотите, то, что вы думаете. И сталкиваться с обратной связью на это людей и, соответственно, таким образом, узнакомиться с собой. Опять же, делать это лучше всего с психологом, потому что именно от психолога вы будете получать обратную связь, которая поможет вам, которая поможет вам, вот. И, соответственно, так примерно выглядит работа, то есть это психотерапия. Вот, но вызывает вопрос то, что вы спрашиваете, из-за чего происходят неудачи, а не то, что вы хотите в себе изменить. Соответственно, подумайте, пожалуйста, что вы хотите в себе изменить, да, сформулируйте запрос и уже с этим начинаете работать. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.